Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как перестать гонять мысли, постоянно прокручивая ситуации за день? Спасибо. Смотрите. В первую очередь, Михаил, нужно, наверное, увидеть то, как вы это делаете. То есть, вы гоняете эти мысли с, вероятнее всего, какой-то целью. То есть, вы гоняете эти мысли, потому что ситуация вас, по-видимому, чем-то задевает. Вот. Вы гоняете эти мысли, потому что, вероятно, хотели бы как-то по-другому в этих ситуациях поступать. Скорее всего. Вот. Вы хотели бы как-то иначе в этих ситуациях поступать. Вы хотели бы как-то по-другому действовать. Вы хотели бы как-то по-другому видеть себя. вы хотели бы как-то по-другому, как-то иначе в этой ситуации, ну, быть возможно, да, и вы хотели бы, наверное, действовать по-другому. А еще очень важным, на мой взгляд, моментом является то, что вы гоняете мысли, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, вы гоняете мысли из-за того, что не приняли решение, вот. То есть вы не можете принять решение какого-то, ну, вот, ну, в этом контексте. То есть вы не знаете, какое вам решение принять. Вас не устраивают те решения, которые, вероятнее всего, вы принимаете. Ну, вот, ну, в этих ситуациях. То есть вы сталкиваетесь, по сути, с чем? Ну, по сути. По сути, вы сталкиваетесь с неудовлетворенностью. Вот. И эта неудовлетворенность, она и мотивирует вас гонять мысли. Вот. Но. Но. А поступать по-другому? Как-то. Вы, вероятно, боитесь. Потому что, если вы будете поступать как-то иначе, например, то, скорее всего, вы навлечете на себя, ну, по крайней мере, по вашему мнению, гнев. То есть вам придется расплачиваться. Вам придется расплачиваться. Как-то. Ну, вот. За то, что. Ну, за решение, которое вы приняли. А расплачиваться вам страшно. Вот. И получается, что вы в ловушке. Поэтому здесь нужно определиться, на мой взгляд, вот что, собственно говоря, или точнее какую, собственно говоря, проблему, да, вы решаете в этой ситуации. Вот. Что это за проблема, которую вы решаете в этой ситуации. И дальше уже, собственно, смотреть, как ее можно решить, да, вот, какую цену вы готовы платить за решение, вот, то есть это вот первое основание для того, чтобы гонять мысль, гонять мысль, как вы говорите. Это первое. Это первое. Первое основание для того, чтобы это делать. Вот. И второе основание. Это нерешенный конфликт. Ну, внутренний. Ваш какой-то. Ваш какой-то нерешенный конфликт. Вот. Скажем так, ну, какой-то личный конфликт. Вот. Который вы, может быть, и хотели бы решить, вот, но который вы не знаете, как решить. Может быть, вы его даже не осознаете этот конфликт. То есть конфликт у вас есть, вот, конфликт у вас есть. А как его решить, вы не знаете. Просто. И вот любая ситуация, ну, любая ситуация абсолютно, которая возникает у вас, она, в общем-то, вызывает эти мысли. Вот. И вам кажется, что это происходит просто, вот, ну, изо дня в день. Вот. Вам кажется, что эта ситуация просто происходит, вот, как-то вот, ну, сама по себе. Эта ситуация происходит. Но, конечно же, у нее есть, вот, основания, да. То есть вам это, вот, для чего-то нужно. Вам это... Эм... Что-то вы пытаетесь таким образом для себя разрешить. Вот. Именно вы для себя пытаетесь разрешить. Эм... Нужно, конечно, сначала постараться понять и увидеть. Вот. Вот. Потому что... Ну, не все так однозначно может быть, да. И... Эээ... Конф... Ну, к вашему... Эээ... Конфликту, на мой взгляд, нужно быть... Эээ... Внимательным и... Я бы сказал... Гуманным. Потому что... Ну, нельзя просто взять, да. И... Ваш эээ... Конфликт, конфликт, да, внутренний. Эээ... Эээ... Противоречия. Эээ... 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 Пытаетесь решить, да. Просто взять и... Ну, как-то выбросить. Вот. Это было бы не справедливо. Это было бы не черт. По отношению к вам. Вот. Поэтому, эээ... Эээ... Можем сначала его вытащить. Этот конфликт. Да. Может быть, конечно, у вас... ээээ... Ми möchte... Эээ.. Эээ... Ээээ... от этого вот, в данном случае, ну, пожалуй, что никто не застрахован, да, вот у вас вполне может быть это. Может и нет, конечно, может и нет, может и нет, может у вас этого и нет, вот, ну, лучше тоже как-то этот аспект, вот я бы сказал, да, лучше бы его проверить, то есть лучше бы проверить, есть ли у вас навязчивые мысли, навязчивость, механизм навязчивости или нет. Вот, у механизма навязчивости тоже есть свои, так скажем, причины, да, механизм навязчивости тоже не проявляется, ну, не проявляется просто так, вот, механизм навязчивости имеет тоже свою, свою природу, да, вот, и в частности, вот, если как-то говорить об этой природе, то в основе механизма навязчивости лежит что-то невыраженное, невыраженное, вот. Вы же, в свою очередь, вот, ну, то, что описываете, да, вы, в свою очередь, на мой взгляд, описываете тревожность, то есть, вот, ну, то, как вот вы воспринимаетесь, да, в этой ситуации, то, как вы выглядите в этой ситуации, это, на мой взгляд, про тревожность, то есть, вы тревожны, соответственно, вы напряжены и, соответственно, вот, это напряжение вам хочется сбросить, да, но вы, вот, пока, по крайней мере, вы не знаете, как можно это сделать, вот, то есть, у вас нет для этого ресурс, вот, а может быть, вы даже боитесь это, боитесь это делать, потому что, тогда тоже не совсем понятно, как вы будете жить, вот, поэтому тут, опять же, нужно смотреть, что лежит в основе. Да, вот, мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, значит, дал вам, в принципе, такие исчерпывающие рекомендации по поводу того, что можно сделать, для того, чтобы, ну, навязчивые мысли не гонять, это решение хоть и хорошее, вот, это решение является симптоматическим, то есть, оно решает симптом, да, вот, оно решает симптом, но не решает вот ту проблему, которая лежит в основе. На мой взгляд, проблема, которая лежит в основе, это, значит, проблема вашего конфликта, внутреннего, вот, его нужно разрешить, вот. А можете ли вы его разрешить самостоятельно, да, вот, как, ну, как-то, самостоятельно? Ну, на мой взгляд, нет. На мой взгляд, не можете, если бы могли, то, наверное, не обращались бы за помощью. Вот, поэтому я бы все-таки, ну, как-то, вот, сделал бы предположение относительно того, что самостоятельно вы это разрешить не можете, вот. И поэтому, и поэтому, и поэтому вам нужна вот помощь психолога, вот, чтобы разобраться с этим, вот. Ну, конечно, конечно, вам решать, будете ли вы за помощью обращаться или нет, вот, но, тем не менее. Еще один важный момент я бы отметил, это то, что человек совсем не просто отказывается об того, что он делает. То есть я бы сказал, что человек довольно трудно отказывается об тех, ну, паттерна поведенческих, вот, которые он выбрал. Ну, что это значит? Ну, по сути, это означает следующее, что если вы выбрали для себя какую-то вот, значит, ну, поведенческую модель, да, то вы не сможете просто так от нее отказываться, вот. Вы не будете от нее отказываться просто так. Вы, что называется, вот, вцепились за нее, да, вот, вцепились за нее и будете за нее держаться. Ну, право ваше в любом случае, вот, право ваше, вот, но есть какие-то вторичные выгоды. Вот. Работа с травмирующим основанием для навязчивых мыслей является тоже важной стороной. Ну, и выражение чувств тоже. Вот. Ваша тревожность – это история про невыраженную злость и агрессию. Вот. С этим также нужно работать. Вот. Помочь вам ее выразить в первую очередь. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует. Продолжение следует...